Погодка сегодня классная. Мам, а то перекличку приведу для нас, мамка. Мы рано еще идем, моя хористка. Стой, стой. Красивые розовенькие блестяшки. Красногорская детская музыкальная школа имени Алексея Аркадьевича Посеткина. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Друзья мои, всем огромный привет. Меня зовут Оля и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет влог выходного дня. Проведем с вами вместе субботу и воскресенье. Сегодня суббота. С самого утра мы с Варюсей отправились на концерт отчетный. Она у меня поет в хоре. И сегодня музыкальная школа устраивала такой отчетный концерт для всей музыкальной школы. То есть выступали дети по всем направлениям. И хоры, и инструментальные ансамбли. Солисты пели, и играли на инструментах. В общем, у меня полное впечатление, что я побывала на каком-то, знаете, профессиональном уровне концерте. Как в консерватории какой-то. То есть настолько дети классно владеют инструментами, голосом, не знаю, поют. Фантастика. Ну вот серьезно. Просто у меня есть чем сравнить. Варя до того, как поступила в музыкальную школу, она занималась в студии музыкальной. И также там устраивались концерты отчетные. Я вам хочу сказать, что это два разных уровня. Музыкальная школа – это прям профессиональные музыканты. А музыкальная студия – это все-таки что-то такое было, знаете, самодеятельность. Вот мы когда смотрели отчетные концерты, там тоже были детки, которые занимаются там в каких-то музыкальных инструментах, что-то пели, там танцевали. Вот все-таки какая-то, знаете ли, самодеятельность. Вот кружок. Музыкальная школа – это совершенно другое. Это вот прям профессиональное, классическое, музыкальное образование. Ну фантастика. Удивительно. Так играют виртуозно на музыкальных инструментах дети. Все дисциплина, вот подача, фантастика. Я осталась невероятно довольна, просто очень. На каком-то таком воодушевлении вернулась домой. Варя ехала, говорила, что она уже безумно устала и все, сейчас упадет. Но в итоге пришла покушала, мотала гулять. Я хочу сейчас немножко убраться, потому что очень скоро мне уже нужно будет выходить. Мы идем в кино на… сто лет тому назад, сто лет тому вперед. Что вот это? Алиса Селезнева. У нас вышел фильм «Алиса Селезнева». Про Алису Селезневу. Вот. Мы идем смотреть. Давно ждали эту премьеру. Очень хорошие отзывы. Мне прям не терпится посмотреть. Я такой киноман вообще-то. Идем вместе с Варей только. Матвей отказался. Ну, по понятным причинам. 15 лет. Какой фильм, если друзья забудут гулять? Вообще, о чем тут можно говорить? В общем, я буду немножечко убираться. Я хочу немножко разобрать еду. Посмотреть, что оставить, что выбросить и так далее. В выходные обычно чищу холодильник. Заполняю новыми продуктами. Поэтому сейчас, пока есть немножко времени, займусь хозяйством. Продолжение следует... Буся остается за старшую. Вот. У меня сегодня такой лучок. Надела свитер потеплее. У нас сейчас похолодание небольшое. Вот. Так. Пойдем-с. Красота. Да? Нет. Да. Нет, 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 нет. Противами снимать. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Стар кофе. Стар кофе. Кто-то будет ест черничный маффин. Это черничный? Да. Туалет там вперед. Укрывай. Так, ну что? Мы посмотрели Алису Селезневу. Отзыв по горячим, так сказать, следам. В принципе, нам понравилось, да? Да. Ожидал больше. Ну, есть такое, да. После рекламы такой. И как бы долго мы ждали это кино. И да, наверное, ожиданий было больше. Но в принципе очень даже можно посмотреть, сходить. Что это тут? О, индийская кухня у нас тут какая-то открывается. В принципе, можно сходить посмотреть. На большом экране. Очень понравился Петров. Шикарно. Ему нужно играть злодеев. Просто это его амплуа абсолютное. Таких вот каких-то психопатичных, бешеных злодеев. Коля тоже хорошо сыграл. Забыл фамилию этого мальчика. В принципе, все очень хорошо сыграли. Просто, наверное, не хватало какой-то динамики, да? Какой-то вот закрученности, может быть, немножко. Интересно, будет ли вторая часть? Как ты думаешь? Естественно. Думаешь? 200 лет. Ну, в общем, да. Очень интересно, будет ли продолжение. Вау, как красиво отражается все в воде. Какой у нас красивый район. Красотища. Доброе утро. Воскресенье у нас сегодня. В воскресенье я обычно стараюсь что-то делать с лицом. Как-то за ним ухаживать. Ну, на самом деле, либо в субботу, либо в воскресенье. Обычно это какие-то масочки. Очищающие, питательные, увлажняющие. Что-то такое. Сегодня будет вот такая с арбутином. Первый раз буду пробовать, что это такое. Написано, что эта маска смягчает, питает, увлажняет кожу. Делает ее гладкой, упругой, эластичной. Арбутин – это экстракт листьев толокнянки. Я люблю вот такие тканевые маски. Пользуюсь абсолютно разными вообще. Какие понравятся? Увлажняющие, питательные, всякие-всякие разные. Очищающие, с пузыриком, без. Пользуюсь, ну, где-то два раза в неделю у меня получается, не больше. О, да. Спасибо. Да, мне очень нравится, как она садится на лицо. Впитываем. Ну что, снимаем масочку? Как говорится, ничего не изменилось. Но это на самом деле не так. При регулярном использовании все равно тугер лучше становится, какие-то покраснения чуть меньше. То есть я реально вижу какие-то улучшения на коже. Поэтому все, что делается регулярно, увлажнение, питание, очищение, в любом случае хорошо влияет на кожу. Лучше делать, чем не делать. Это совершенно точно. Вот, кстати, после лазерного обложения, прошел практически месяц, и вот эти пигментные пятна я старалась убрать. Вот это посветлело, и даже как будто бы совсем прошло. Я регулярно мажусь кремом SPF 50, но оно опять вылезло, опять вылезло это пятно. Я буду повторять эту процедуру, но уже осенью, и, наверное, сделаю подряд две, потому что реально улучшения есть, но, конечно, нужно поддерживать. Вот, то, что касается покраснений, как будто бы стали чуть меньше, вот здесь, вот здесь, на щечках, но вот пигментные пятна, это то, с чем очень сложно бороться, то, что очень сложно выводится, и процедуру лазерного обложения нужно повторять. После маски я обычно наношу крем, и больше ничем, ни тониками, ни сыворотками, ничем не пользуюсь, только вот таким дневным увлажняющим кремом. Он вроде как антиэйдж, это швейцарская фирма, нравится, как он ведет себя у меня на коже, быстро впитывается, не оставляет пленки, легкие-легкие такой ароматки навязчивые. Все, что я люблю, в этом креме есть, каких-то особых там, я не знаю, эффектов я не увидела, чтобы что-то там супер подтянулось, какие-то морщины разгладились. Ну, честно говоря, у меня каких-то прям морщин таких я особо пока не наблюдаю. Меня он, в принципе, устраивает. У меня есть такой же еще ночной, ночной мне нравится чуть меньше, он поплотнее, и у него какой-то не очень приятный для меня запах, честно говоря. Все равно пользуюсь, не так, чтобы прям фу, совсем нет, ну, второй раз я бы не купила, вот этот купила бы. Но я люблю пользоваться разными кремами, как только у меня эта баночка закончится, я куплю какой-нибудь новенький, буду тестировать. Да, у меня есть такая теория, что в каждом креме есть какие-то разные составляющие, в одном что-то есть, в другом этого нет, даже в линейке антиэйдж. И когда ты пользуешься разными кремами, кожа не успевает привыкать, то есть она напитывается другими какими-то полезными веществами, которые есть в другом креме, да. Я боюсь привычки, да, когда долго пользуешься одним и тем же кремом, кожа привыкает, он хуже действует, и потом, когда отменяешь, может произойти эффект отмены, что-то куда-то поползти и так далее. Поэтому я меняю крема, то есть вот этим пользуюсь, не знаю сколько, но месяца два мне точно хватит его. Потом будет другой, какой-то другой. Вот такая консистенция, видите, у меня уже так потихонечку заканчивается, уже видно дно. Шейку забыла. Немножечко пройдемся гуашой. Я на самом деле вот так вот делаю. И вот так. И еще у меня есть такой кремчик под глаза. Он немножко со светоотражающими частичками. Ну, в принципе, у меня хорошо глаза на него реагируют. Мне нравится, как он впитывается, ощущения после него. Поэтому у меня это уже третий, наверное, тюбик. Вот под глаза, повторяю, то, что мне сложно найти крем, который бы мне нравился под глаза. У меня либо припухлости появляются, либо глаза плохо реагируют. В общем, у меня чувствительная кожа под глазами, и глаза сами по себе. Там чесаться может что-то. В общем, и я нашла вот этот крем. Мне он хорошо подходит, поэтому я его не меняю. Ну что, пришло время макияжа. Легкий-легкий-легкий макияж. Прям вот наилегчайший. Сначала мое любимое средство. He от Herbarian. Просто замечательная штуковина для всех тех, у кого есть покраснение. Постоянно показываю. Это лучшее средство вообще из всех. Вот вот этой проблемы. Он не то, чтобы совсем перекрывает, он просто чуть-чуть сглаживает. Он, кстати, идет с SPF 25. Вот видите, как будто бы покраснения стали чуть менее заметные. Дальше немножечко тоналки. Пользуюсь пальчиками. Мне нравится этот крем тем, что он не высушивает. Кожа после него выглядит увлажненной. И завершаю корректировку консилером. Наношу чуть-чуть вот сюда в уголки. Вот сюда. На свои покраснения еще чуть-чуть. На пигментные пятна. Сюда у носа чуть-чуть. Вот так. И распределяю уже кисточкой. Я ее помыла. Она у меня чуть-чуть какая-то. Вот чуть-чуть вот так вот. Вбивающими вот так вот движениями. Вот так у меня получилось. Не супер идеально, знаете ли. Не ровная глянцевая кожа. Но, по крайней мере, лучше, чем было. То есть выровнялся тон. Такое все стало более ровненькое. Ровненькое, одноцветное. Пусть все впитывается. Я пока оформлю брови. Брови я уже 150 лет оформляю совершенно одинаково. У меня вот такие карандашики от Art Deco. Для блондинок. Прям чуть-чуть. Подрисовываю быстренько. Думаю, надо попробовать что-нибудь новое. Прихожу в магазин и опять покупаю вот этот карандаш. Уже сколько раз такое было. Думаю, надо маркер, наверное, купить. Может быть, что-то. Потом думаю, ну, и так вроде нормально. С чем вот это вот эксперименты? В общем, карандаш для проверки. Это не то, с чем я вот хочу экспериментировать. Вот у меня здесь только два грызочка. Еще в косметичке в сумке, по-моему, один или два. Понимаете, да? Когда любишь продукт. Вот, да я даже... А, третий номер. Дальше немножечко нанесу теней. И тут и там показывают. Вот таким большим классным бронзером от Pupa. Очень он мне нравится. Очень классный аромат. И я чувствую, я его буду использовать до пенсии. Потому что здесь очень много продукта. Использую я очень мало всегда. Буквально вот так. И смотрите, он очень хорошо пигментированный. Он сразу дает, сразу же дает свет. А я буквально вот один раз нажала. Очень классная штука. Мне нравится. Много я не наношу. Буквально вот, чтобы обозначить скулы. Немножко затемняю веки. Чуть-чуть на подбородок, чтобы соединить на переносицу. И вот сюда на лоб. Да, кстати, сейчас я не пользуюсь тушью. Потому что я заламинировала реснички. И мне нравится, как они выглядят. Не хочу пользоваться тушью. Потому что у меня чувствительные глаза. И каждый раз слезятся. Неважно, какая тушь. Под вечер, все так как-то болят глаза. Поэтому, если можно не красить, я не крашу. Вот видите, ресницы и так, в принципе, видно. Я не люблю, когда вот этот коровий взгляд с огромными ресницами. Нет. Вот сейчас, в принципе, вполне достойно они выглядят. Можно даже не подкрашивать. Я просто чуть-чуть сейчас карандашиком для бровей обозначу нижние реснички почетче. Вот, чуть-чуть. Сделаю такую как бы стрелочку. Раскрою взгляд, скажем так. И немножко его подчеркну. У меня почти закончилась моя любимая помада. Я вам ее показывала уже в предыдущем видео. Все. Домазываю последние крохи. В конце добавим немножко блеска. Моего любимого. Тоже от Artecon. Вообще, люблю эту фирму. Отличная. На носик чуть-чуть. На скулы чуть-чуть. На лобик. Сюда, туда. Все. Все. Вот так вот это все выглядит в последний день. Спокойно, мне кажется. Так? Не перегружено. Так? Все хорошо. А, ну, твое. Подберите. 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 Моя орешки. Так, куда? Куда? Это мои орешки. Орешки со сгущенкой, без ГМО и пальмового масла. Так, интересно. А, это салфетки. А я выкинул. Салфетки выкинул? Страшно. Вот это ж Нутелла, мама. Ладно, пойдем. Покажи тордельник. Труба. Нет. Не такой? У нас что-то делает мужик. А вот еще. Как труба была. Не прожарили, наверное, да? Не пустой. Не пустой. Не пустой.